50 дней, изменившие ход Великой Отечественной. Заря Победы Курская Дуга. 70 лет спустя по местам боевой славы отправился поезд памяти. 150 ветеранов железнодорожников Московского, Юго-Восточного и Приволжского направлений. Среди них есть и те, кто в 43-м сражался на героической Курской земле. Они вернулись сюда снова, чтобы почтить память тех, кто не дожил до Великой Победы. Еще несколько минут и на перрон выйдут защитники русской земли. Поезд памяти, он же поезд воспоминаний, возвращает их в тяжелые дни юности. Мы чествуем тех, кто живет сегодня, говорим им большое спасибо. И, конечно, в эти дни мы отдаем свой долг, память тем, кто отдал свою жизнь за независимость нашей родины, кто пролил свою кровь, кто отдал свое здоровье, кто уже нет среди нас. Поезд, объединяющий поколения. На экскурсии по местам боевой славы ветеранов сопровождают юные патриоты. Это наша память, это наше прошлое, а без прошлого не существует будущее. Я считаю, что то, что должны передать нам ветераны, которых осталось не так уж и много, то, что мои дети не узнают, должны узнать от меня, мы обязательно должны как можно больше общаться с ветеранами. В тылу и на поле битвы они не стояли за ценой ради Великой Победы. И жизнь иногда была слишком малой платой. Конечно, вспоминания. Вспоминания всегда есть. Понимаете, молодость. У меня не было и 19 лет. Я был 19 августа 43-го года в районе Харькова, тяжело ранен, понимаете. Меня снайпер посек, у меня перелом лопатки было. Шоу вот такой. Четыре дня в пути. Митинги, музеи, экскурсии. Поезд памяти, словно машина времени, возвращает их туда, в те года, когда они молоды, полны сил и готовы на все ради своего отечества. Нынешнему поколению есть чему у них поучиться. Ангелина Рязанцева, Антон Латышев, Телеканал СЕИМ. Ангелина Рязанцева, Антон Латышев, Телеканал СЕИМ.